Рождение ребёнка всегда радость и большое счастье. Но у многих родителей с появлением малыша появляется дополнительная нагрузка, если ребёнку поставлен диагноз аутизм или олигофрения. Проблема значима в мировом масштабе. Каждое 2 апреля, начиная с 2007 года, отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, учреждённой Генеральной Ассамблеей ООН. Работа по социальной адаптации этих детей очень сложна. Именно поэтому в рамках программы «Здоровый ребёнок» компанией «Металлоинвест» был организован семинар со специалистами, имеющими большой практический опыт и теоретические наработки в данной сфере. Эта проблема достаточно молода, потому что дети с ограниченными возможностями здоровья относительно недавно стали включаться в образовательную среду. Это, конечно, относится к проблемам и толерантного отношения к детям, так как мы понимаем сейчас все, что это дети особые, но вместе с тем только в общении со здоровыми, с нормальными развивающими сверстниками. Они могут получить тот опыт социализации, интеграции, который необходим. Маргарита Браткова посетила четыре детских сада Староскольского городского округа и проанализировала работу местных специалистов в группах детей с особыми образовательными потребностями. А наши педагоги поделились своими наработками. Няня, которая работала у нас, она, бывшее у нее образование, она, значит, художник по керамике. И когда мы проводили занятия по лепке пластилина, она попробовала дать глину. То есть она давала глину. Дети это подхватили. И в настоящее время мы дошли до изучения формы староскольской игрушки. И наша няня теперь работает в Центре художественного творчества. У нее сейчас успехи. И вот мы как бы планируем, она обсудила это с заведующей. То есть мы планируем дальнейшую социализацию наших детей. Вот от малейшего, конечно, еще больших шедевров нет. Но, тем не менее, уже у нас началось восприятие объема и формы той нашей вот белгородской староскольской игрушки. Подобного рода семинары необходимы для практикующих педагогов, как воздух. Далее предполагается наладить системную интерактивную связь с экспертами и консультирование. То, что вот сейчас происходит, то, что мы сейчас слышим, то, что читает нам лектор, это как бы глазок свежего воздуха. Почему? Потому что, во-первых, методическая поддержка очень сильная. Во-первых, все на научной основе, все доказано, все просчитано и все очень доступно. Вот эти семинары, они, конечно, очень информативные. Помогают, то есть, практические рекомендации получить, увидеть, услышать, как люди на практике используют различные приемы, методы работы. Естественно, диагностика очень интересно освещается. В этом учебном году в рамках проекта «Здоровый ребенок» на базе нашего детского сада начала функционировать группа кратковременного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра. Благодаря данному проекту нам выделено средство на обучение двух педагогов, которое начнется с 15 октября. Благодаря программе «Здоровый ребенок», которая сегодня действует во всех городах присутствия «Металлоинвеста», педагоги могут получать дополнительные знания, осваивать новые методики, развивать свои творческие возможности и повышать квалификацию, а дошкольные учреждения укреплять и совершенствовать материально-техническую базу. Такие совместные усилия бизнеса, власти, общественности, родителей, медиков и педагогов решают очень важную задачу – помогают расти сильными и здоровыми самым маленьким жителям Старого Оскола, Губкино, Железногорска и Новотроицка. Я познакомилась с компанией «Металлоинвеста» относительно недавно. Это было на конференции в городе Железногорске, где я также присутствовала на конференции с докладом и делилась именно с проблемами, которые существуют в оказании помощи детям с ОВЗ, в инклюзивном, интегрированном обучении. И была действительно очень тронута, могу вам сказать, тем, как эта компания реально оказывает помощь этим детям, потому что они нуждаются не только в словах, но и в деле, и это дело как раз оказывает «Металлоинвест». Это в помощи, в учреждениях, в дидактической среде, в оборудовании и так далее. То есть в том, что, конечно, без чего мы не можем никак развивать этих детей. Только не опуская руки и борясь за каждый шаг ребенка, за каждое осознанное движение и эмоцию, за малейшее возвращение малыша к действительности, мы можем по-настоящему называться цивилизованным государством. Не следование модным течением толерантности к людям с ограниченными возможностями делает общество развитым, а гуманизм и борьба за каждую детскую улыбку, за каждый светлый детский день.